К новостям культуры. В минувшую пятницу в ДК «30 лет победы» состоялся концерт духовой музыки. Порадовать лабытнанского зрителя приехали музыканты из Ханты-Мансийска. Духовой оркестр Югры представил свою новую программу «Современный разговор». Свободный билетик нашелся и для Виктории Кузьменко. Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует Духовой оркестр Югры, город Ханты-Мансийск. В современный разговор на языке духовой музыки оркестр Югры бил с лабытнанским зрителем под руководством молодого дирижера Сергея Свиридова. Во главе коллектива он стал всего полтора месяца назад. Но за это время, признается музыкант, у него получилось сплотить коллектив и даже подготовить новую программу, которую они сегодня и представили широкой публике. Причем сумели красиво вписать в эту программу не только свои номера, но и прекрасные вокальные выступления лауреатов всероссийских и международных конкурсов Ирины Поспеловой и Максима Сударева. Несмотря на все трудности, сложности, замечательный коллектив не только в музыкальном отношении, а как люди, которые живут одной большой семьей. Кроме абсолютного музыкального слуха, игра на духовых инструментах требует от музыканта большой отдачи и крепкого физического здоровья, говорит Михаил Лобов, исполнитель партии на бас-кларнете. Вот уже 15 лет он профессионально занимается музыкой, а в духовом оркестре Югры играет с первого дня его образование. Здоровья, конечно, действительно надо много. Мы в связи с этим даже у нас льготные пенсии и так далее. Мы раньше выходим, потому что большая нагрузка физическая на организм. Когда много лет посвящаешь инструменту, конечно, это не бесследно, к сожалению. Сегодня в программе звучали произведения Глиера, Рейника, Бернстайна и других зарубежных композиторов. 60 минут концерта прошли на одном дыхании. Во время выступления зрители были погружены в волшебную атмосферу чарующей музыки. Они с удовольствием слушали музыкальные произведения, а после окончания благодарили гостей громкими и нескончаемыми аплодисментами. Посетили концерт и бывшие воспитанники детской школы искусств, которые в будущем твердо решили связать свою судьбу с музыкой. Я планирую связать свою жизнь именно с музыкой. Я поступлю куда-нибудь в музыкальное училище. Мне очень понравилось, особенно вот эти два кларнета, кларнет-бас и вокал. Очень красиво пели. Масса впечатлений, конечно, суперголоса и музыканты просто замечательные. Такой концерт вообще не может не понравиться, потому что это уровень высочайший. А вот встретил сейчас флечистка, учились вместе в консерватории, еще вдвойне приятные. Действительно получили массу удовольствия, все было так красиво, замечательно. Такие голоса, такие люди вообще, просто добрая, хорошая атмосфера. Поблагодарить югорчан за подаренный лабутанцам праздник и пожелать им дальнейших творческих успехов вышла директор городского Дома культуры Юлия Касперова. Я точно с уверенностью могу сказать, что эту встречу мы не забудем никогда. Настолько тепло, настолько приятно и, не знаю, вот хочется приезжать в такие города все больше и больше на самом деле. Потому что очень добрая, душевная, отзывчивая, теплая публика. И очень приятно, что вот эти эмоции, они абсолютно искренние. И они понимают, эти люди, что вот мы попадаем в сердце своей музыкой, своими эмоциями, тем, что мы показываем на сцене. Флейта, саксофон, кларнет, фагот, валторна, туба. Музыка духовых инструментов прекрасна во все времена. Ей нет срока давности. Она не выходит из моды, а наоборот, вдохновляет, восхищает и наполняет душу блаженством. Эта музыка – праздник для души. В этот раз такой праздник нам подарил Духовой оркестр ЮГРЫ. Виктория Кузьменко, Эдуард Захаров. Программа «Время местное».